Всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на 10 выпуск G.G. Шоу. Главный герой сегодня Терри Тима, ну не сегодня, а вообще там Терри Тима. Давайте смотреть. Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов главный герой. Если тебе нет 18 лет, съебал нахуй. Давай, выключай экран и шуруй отсюда. Но если тебе есть 18, то приятного просмотра. Здравствуйте, Терри Тима. Как вы согласились принять участие в нашем шоу? Ну я видел ваши предыдущие выпуски на YouTube, там вы же приглашаете всяких блогеров, там, актеров, Альжа Насемова. Ну это, смотрите на их актерское мастерство, правильно? Там некие соревнования устраиваете, там, кто лучше, кто больше, да? Так вот, чемпион приехал, навстречайте. Не, а чё, я всех там это? Как бы, не, ну в смысле, вы поняли, да? Я просто жестом показываю, а то, не хочу говорить слово, вы, ну, поняли, да? А так, чё, как я сыграл понтового-то, а? Не, а в жизни, конечно, я вообще скромный, как бы, это все знают. Я самый скромный вообще. Чуть не оттолкнул. Я вообще чемпион по скромности, если честно. У меня дома даже поезд стоит, видишь, там, чемпион. В общем, с моим лицом, короче, сам набил, типографки замутил. И вопросов твои не задали больше. Воми студии представлены. Джи Джи Шоу. The главный герои Шоу. Расцислав Яшенко Ченгиз Султанов Айпери Чартованов Нур Султан Курсан Али Улум Аленур Абдекаликов В главных ролях Терри Тима Ну посмотрим на тебя сейчас, Терри Тима И прикинь, в итоге никто не может убить, оказывается, прикинь, так оказалось, что, оказывается, мафизника вообще невозможно убить, как будто он бессмертный, прикинь Смешно уже, смешно уже Да, смешно Спасибо, я даже не знал, какой анекдот рассказать из этого, это мой самый любимый В общем, Айка, я еще пригласил таки, вот, на свидание Ну, дело в том, что мы с тобой уже давно общаемся И вот хотелось бы, чтобы наше общение вот переросло вот нечто большее, вот поэтому, Айка, стань мы ей Слушай, сапаж, ты классный, с тобой очень весело Спасибо Ну, я хочу пока одна побыть Одна? Я подожду сколько угодно, скажи, месяц, год, там, не знаю, два года Да нет, давай мы лучше с тобой останемся друзьями, ладно? Друзьями? Вы едете с нами, давайте, пожалуйста, постоем Кто такие, что, что происходит, пожать, кто такие-то? Твои братья, да? Пацаны, подождите, подождите, я все объясню сейчас В френд-зону, типа Доброе утро, девочки Сейчас вас везут в специализированное место, где сидят такие же ублюдки, как и вы Добро пожаловать во френд-зону Айки Юсуповой Че устал? Пошел! А я хотел спросить, типа, где название вообще? Свежее мясо Айку знаешь? Я рефераты делаю Так! Разговорчики! За мной! Охренеть, она там на френд-зоне вот Так! Айку! Как там? Я смотрю, ты здесь местным, можешь мне помочь? А ты что, раньше на френдзонах не бывал? Ну, это моя первая худка. Ну, под те видно. А я брыгеню уже пятый раз телку меняю. И каждый раз во френдзоне. А почему? Говорят, у меня глаза добрые. Ну да, и приятно пахнешь. Ну смотри, здесь, по идее, много буперов. Вот этих вот ребят, видишь? Вот их, осерегайся. Это ботаны. Короче, за ней учебу делают. Виндоу перусанавливают, телефон не чинят. Понятно. Блин, я тоже оказался в этой френдзоне. Это ее соседи и друзья с детства. Они всегда рядом с ней. Понятно. Когда она расстается с парнем, она сразу же бежит пока к ним. Ну, он тебя ходишь? Ты серебряный, смотри. Это геи. Как? Ну, как бы каждая девчонка хочет себе друга гея. Да, как-то? А вон тебе вообще бедолаги. Это женатики. Вот знаешь же то, что с ней ничего не получится. И лезут на фронтзону. Лезут и лезут. Цветы отправляют. Айфоны дарят. Что хотят? Не понимаю вообще. Ну что? Походу прогулка заканчивается. Давай. Рядом, нервис. Нормально все будет. Хорошо? Спасибо тебе. Спасибо. Я слышал, ты новенький. А здесь одному не выжить. Тебе нужно примкнуть к кому-нибудь. Давай к нам. Будешь рефераты писать, конспекты, фотографии обрабатывать. Нет, спасибо, ребят. Я сам по себе. Я здесь ненадолго. Я сейчас свой срок отсижу и выйду отсюда. Как ты собираешься выйти из френдзона? Ну, не знаю. Что-нибудь придумаю. Предложение сделаю. Женюсь на ней. И мы с ней будем счастливы. За границу поедем. Слышь ты, а? Ты что, самый смелый, что ли? Здесь смелый не место. Здесь одни уверенные ссыкуны. Ты понял меня? Гайс, Гайс, полегче. Я понимаю, вы во френдзоне ребята авторитетные. Вы здесь дольше всех. Но может парень сам выберет с кем ему тусоваться? Я с вами уж точно тусоваться не буду. Вы ведь все так говорите с нами не будут тусоваться. Но пройдет два, три года во френдзоне и велкам ту наша армия. Слышь, закрой свой петушатник, а? Здесь нормальный мужчина разговаривает. Воу. А тебя что, манером, википедия учила? Святую не трожь, понял меня, а? Еще одно слово. Из твоих уст. И я клянусь Олегом Майами. Мои уста, так на твоих устах. Что ты сказал? Эй! Быстро по местам! Раскутактались мне здесь! Ну что там, мальчики, кто на тачке? Мне на маникюр надо было съездить. Ты, кажется, на Камрюхе, да? Ты же она на Лексусе? Ну все, погнали. Остальные! Нет, жрать и спать, понятно? Быстро! И что ты нас с тобой сюда привел? Если нас здесь с тобой встретят, нас с тобой крышкой, понял? Говорят, ты можешь достать все, что угодно. Сплотаешь, что ты хочешь? И сколько ты сможешь за это бабок заплатить? Я готов любые деньги заплатить. Я уже устал здесь находиться, мне с точки нужно выбираться. В общем, мне нужно найти один стейфон. Не-не-не, братан, даже не уговаривай. Пожалуйста, брат, пожалуйста, выручай. Я ей подарю и выберусь отсюда. Может, все, что угодно достать. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, подсуетись, ну. Ну, хорошо. Будьте один стейфон. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Лета, пофинту можно пшикнуту у нас? Хороший шлейф приобрет. Хорошо. Спасибо. Сапар, а такой классный друг. Ну, спасибо. Ну, Айка, я хочу быть для тебя не просто другом, а вот с каким-то большим для тебя. Поэтому этот подарок тебе. Ты серьезно? Да. Один стейфон. Так приятно. Спасибо. Нравится? Очень нравится. Может, тогда поедем в более уютное место, там, в карлоке, может, попоем? Да, давай, я с удовольствием. Все, хорошо, тогда вызывай такси. Знаешь, Сапар, ты был прав. Теперь ты для меня не просто друг. Ты для меня прям как брат, понимаешь? Как брат? Так, вы... Подождите, что происходит опять снова? Подождите, Айка, Айка, объясни! Детские игры закончились. Теперь френд-зона покажется вам райом по сравнению с этим местом. Добро пожаловать в АГА-зону! Да, странно, это, конечно, странно. Бывали в таких зонах. Ну, давай, солнышко, спокойной ночи. Надеюсь, мы с тобой завтра встретимся и повторим то, что делали на прошлой неделе. Гости, будь, чувак. Ты кто? Да ты кто, говорю? Успокойся, Тима. Я это ты через 10 лет. Да ты даже не похож на меня. Я просто потолстел. Ты же черный. В 2029 году стало так много вайнеров, что их стали отстреливать. И мне пришлось изменить цвет кожи. Не-не-не, я тебе не верю. Как это, это, начали отстреливать вайнеров? Хорошо. Давай я скажу факты, которые знаешь только ты. Ты материшься постоянно, когда говоришь то, в чем не уверен. В смысле? Ты натурал. Ну, конечно, я натурал. Нихуя себе ты сейчас, блядь, пиздану, долбою. Вот! Вот! Нет, я тебе все равно не верю. Хорошо, смотри. Ты переодеваешься в женское белье и любуешься перед зеркалом. Что, реально начали вайнеров отстреливать? Да! Да! Поэтому все, прекращай снимать вайны. Понял, хорошо. И хорош бухать. Да, по буху ты капец прогоняешь. Все, у меня портал закрывается, я должен идти. Подожди, подожди, подожди. А сайжанка-то у меня получилась? Кстати, насчет айжанки. Все, хорош с ней общаться. У нее есть старший брат, качок, кикбоксер. Он читает все твои сообщения. Все. Прощай, Тима. Ты кто еще такой? Братан, я это ты, короче, только через 20 лет же есть у меня. Как это? Ты же 10 лет назад черным был. Братан, я же тебе договорил, чтобы ты не бухал. А ты постоянно бухал, прогнал, пошел, сделал операцию себе. И вот такие последствия, братан, же есть. А почему ты так разговариваешь? Короче, братан, через 20 лет Рамзан Ахматович Кадыров станет директором планеты Земля. И теперь вот так вот все разговаривают, я тебе отвечаю. А если вот так вот не разговариваешь, штраф очень жесткий, 300 тенге. А 300 тенге, братан, в будущем, это 7 тысяч евро. Не-не-не, я все равно не верю. А ты лучше давай расскажи какой-нибудь факт. То, что знаю только я. Это только мы. Короче, братан, ты однажды засунул себе случайно палец в жопу. И что? Это было не случайно, братан. И что, реально? 300 тенге 7 тысяч евро? Конечно, братан, я тебя что, обманывать буду? В общем, вот, братан, я что прилетел? Ну и что, тебе вот с этим бухлом завязывать однозначно. И еще, Айжанке, не пиши, вообще не пиши никогда. Потому что ее братан-китбоксер думает, что ты это ему дом пишешь. И он хочет тебе уфью, салам алейкум. Все, все. Так что, братан, завязывай, бухать и не пиши. Все, 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 это последняя. Давай последнюю, братан. Сейчас же удалю все сообщения. Все сообщения нахрен. Ильдана? А, не, я Тима. Блядь, адресом ошиблась. Да нахер ты уйдал. Ты кто? Ну, я, это ты через 30 лет. Чего? Ну, в общем, в будущем женщины правят миром. И женщины быть очень выгодно. И что, ты прям там отрезала? Не, хорош, я ничего не отрезала. Просто даже в будущем нет ни одного микрохирурга, который работает с вот такими малюсенькими органами. Яс. Кстати, помнишь, ты же все Айжанкин сообщения удалил? Не, не то, что сообщения. Я номер его вообще удалил. Все, халатсно. Ее же брат меня нашел, и мы переспали. Чего? Ты что за бред-то несешь сейчас вообще, а? Не, ничего не подумай, просто так получилось, что мы влюбились друг в друга, начали встречаться, и уже два года вместе. Я все, я сейчас же перестаю бухать. А не то, что я вообще, все, я закодируюсь. Ничего сейчас делать не надо. Я лично счастлива. А если я счастлива, то и ты будешь счастлив. Главное, пожалуйста, ничего не меняй, хорошо? Ничего. Мы будем счастливы, обещаю. Такой эффект бабочки, в общем. Алло, Айжанна, все, мы расстаемся. Все, все, прощай. Блин, это Тима меня достал. Я уже не могу с ним находиться. Я хочу расстаться. Айжан, так расстанься. Сколько раз я тебе уже говорила? Так я ему намекаю, он не понимает. Блин, еще и бухает постоянно, капец бесит. Ну, в принципе, у меня есть план. Какой? Короче, надо будет найти человека, который сможет Кадырова спародировать. Ладно, сейчас приеду, расскажу тебе про план. Неплохо, неплохо. Ну, здравствуй, лейтенант Джей. Ох, генерал Маккалистер? Давно не виделись? Да, да мы вот проезжали мимо, решили посмотреть, как ты живешь. Хм, нет, не уговаривайте. Я завязался в прошлом, я не вернусь. Если ты думаешь, что мы как раньше, приехали забрать тебя на спецзадание, увезти на какую-нибудь войну, нет. Мы просто действительно приехали узнать, как ты. Я понимаю, страна в опасности, но я уже слишком стар для этого дерьма. Вот возьмите молодых бойцов, вот отправьте на свое задание. Я нет, я пас, я не пойду. Это мирное время сейчас. Нет никакой опасности. Приехали, вот взглянуть, как ты живешь, показывай. Хм, никакие деньги меня не переубедят. Я пас, я не пойду. Все, хватит. Да не надо ничего делать. Мы проезжаем мимо, видим дом стоит твой. Давай думаем, зайдем, увидим тебя. Да, 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 я понимаю, я ваш лучший боец. Но нет, я не пойду, я слишком стар. Вот есть же вот молодой боец, отправляйте его. У тебя что, вообще чекушку снесло там, что ли? Нет никакого задания, я тебе говорю. Он спятил. Все, заводи машину, поехали отсюда. Это невозможно. Не стоит меня уговаривать. Я уже этого не хочу. Я не пойду на это задание. Да нет никакого задания, я вам серьезно говорю. Генерал, как вы не поймете? Там прольется много крови. А убивать, это не мое. Я не пойду. Не надо никого убивать. Я вам клянусь, капитан. Остановите машину, высадите его. Это ненормального. Шеф, я понимаю, это очень важное задание. И никому, кроме меня, не под силу справиться. Но я же вам говорю, я не пойду на это задание. Не надо. Не надо идти. Иди домой, спи, иди к детям. Нет заданий. Я вижу, вы злитесь, да? Но я же вам говорю, я пообещал своим детям больше не убивать. Поэтому я не пойду. Я пас. Я пас, шеф. Мне приятно, что вы сами нарыли досье на этих преступников. Но я же говорю, я не буду браться за это дело. Слушай, что это за бумаги? Никто не давал никакое досье. Нет никаких преступников. Да что вы переводите тему? Я же знаю, я же знаю, что вы хотите, чтобы я пошел на это дело. Но нет, я не пойду на это дело. Нет, ни до что. Слушай, дай мне посрать, а? И тогда охотники убили волка и спасли всех маленьких козликов. Вот так. Сколько раз можно повторять, я не могу пойти на это дело? Слышишь ты, нет никакого дела. Убирайся отсюда. Да пусть хоть сам президент мне позвонит. Но я уже не поменяю своего решения. Слышишь, ты испятил вообще, что ли? Я понимаю, это ваше задание. Я выполнял много разных заданий в своей жизни. Но на это, нет, я не пойду. Пошел нахер отсюда. Можешь меня хотя бы в душе не преследовать. Да, это ваше задание. Но есть же другие молодые бойцы, генерал. Да как вы не поймете, я не могу. Слышите, бледина. Это уже ни в какие ворота не лезет. Иди нахер отсюда. Я понимаю вашу злость, но я не могу. Есть же и вправду молодые бойцы. Тогда я уже ему какое-нибудь задание. Если ты не уйдешь, я вместо меня тебя отлюблюсь. Да что вы меня уговариваете? Аккуратней, аккуратней. Я, может быть, и согласился бы. Но у меня семья, я не в опасности. Слушай, иди сдохни уже, ты понял? Если меня вычислят, то вся моя семья под ударом. Товарищ генерал, я выполнил задание. Убил всех и каждого. Что? Какое задание? Кого ты убил? Я понимаю вашу обеспокоенность, но не стоит. Я убил всех жестко, беспощадно. Никого не оставляю в живых. Слушай, кого ты убил? Ты можешь мне сказать? Не надо благодарности. Пусть каждый житель нашей страны спит спокойно. Ты, ты, слушай, ты с ума сошел? Кого ты убил? Кого? Всех тех, кто был по плану. По какому плану? Не было никакого плана. Остановись. Стой, солдат. Кого? Кого ты нахрен убил? Кого надо, того и убил. Все по плану. По какому плану? Кого? Кого ты убил? Я обо всем позаботился, генерал. Наши дети могут спать спокойно. Да сколько можно говорить? Не было никакого плана. Главное не план, а конечный результат. Они все мертвы. Генерал Маккальстер, с вами было приятно иметь дело. Но это моя последняя работа. Все, я ухожу. Теперь точно ухожу. Прощайте. Зачем я все заехал? Кого ты убил? Страна может спать спокойно, генерал. Товарищ генерал, это было великолепно. Я, как никто другой, умею его мотивировать. А мотивировать на что? На то, что он сделал. А что он сделал? Он сделал то, что мы и планировали. А что мы планировали? Мы планировали то, что хотели. А что мы хотели-то? Мы хотели то, что он сделал великолепно. Что он сделал великолепно? Он сделал, что нам было нужно. За Вадимыш. Что нам было нужно, товарищ генерал? Я сделаю сейчас то, что он сделал с ними. С тобой. Садись. Забавно, забавно. Ну что, ребята? Как вам наш главный герой? Я считаю, полное говнище. Ну, началось. Что началось? Да все как обычно. Все как обычно. Сейчас опять меня дерьмом назовешь. Потом спросишь, какого следующего гостя позвать. И тут типа у Байзакова не получится. Потом попросишь, чтобы в комментариях люди написали. И тут шутка, мол, мы сами решим. Заржем над этим. Застынем. Вот так хочешь, да? Ну да. Нет. Все, не будет такого. Надоело. Слушайте, что вы как моя бывшая? На девятый раз начали ломаться. Один. Пошли отсюда. Всегда пошли. Да пошел ты в жопу. Оставь. Ну и сюда. Иди сюда. Оставь. Ахили. Ахилиша. Куда нашла? На конфетку. Ахили. Чика. Чика. Оставь. Ах ты говна. Ты просто так, чика. Никогда ты мне не даялся. Да. А что с болтой? И здесь потому что у тебя богатые ростки. Как бы тебя хуйся с тобой взялся. Просто для вашей деньги не пришли. Идите сюда. Вернулись. 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 Я сказал. Скоты, блядь, вонючие. Вот, суки. А чтобы вам дагестанцы ноги побрели. Я так и знал, блядь, что один останется. Он сидит как дебил, блядь. И режиссер, блядь, кусок дебила, блядь. Не стопует кадр, блядь. Сижу уже, как я сходил. Средины, пупит. А, блядь, съемки, займи. Нет, блядь. Операторы, блядь, со свадеб понабрали кусков говна, блядь. Дали им камеры нормальные, блядь. Сегодня них хуйня нормально снять не могут делать. Продюсер кусок, блядь, и шака, блядь. Я вам не нашел, пиздобол, блядь. Сидит он уже в кабинете. Шак, вы не шакай. Собралась команда, не проехать, блядь, и шака. Вот, блядь, пиздец. Я, блядь, театральный, блядь, закончил. Ну бы сниматься здесь. Сижу тут, блядь, как кук. Эт, ей-богу, блядь, еще гример, блядь, налепил, блядь. Не наклей, блядь, а на сперму, блядь, летучей мыши мне усы. Бля, мне вонять, блядь, поднос, блядь. Я уже сижу, блядь. Пиздец работка, блядь. Мама увидит, скажет, молодец, но добился, блядь, добился, блядь. Вот, отец, смотри, пьет из-за тебя, блядь. Увидел тебя, блядь, на ютубе, блядь. Увидел, что ты там... Да пошли вы все, нахуй, с этим проектом, блядь. Спасибо, ребята, охуенно, блядь. Выбился в люди. А, блядь, хуя-то, блядь. Так, ну что, забавно, забавно. Больше мне понравился первый скетч, короткометражка. Я когда-нибудь научусь. Первый и... И последний, по-моему. Второй что было? А, второй гости из будущего. Ну, нет, первая больше близка мне была, потому что, ну, это френдзоны. И я бывал во френдзоне. Вот, поэтому это было более забавно. Ну, и последний тоже, в принципе, прикольно, прикольно. Но не так круто, как предыдущие. На этом все. Так, у нас одиннадцатый все, последний, да, уже. Я, наконец, увижу Эльдану Фарайса. Вообще не знал, кто, что, как выглядит. Ну, вот, в следующем выпуске, наконец, видимо, познакомлюсь. С Эльдану Фарайсу, там еще и Илья есть. Пишите вы в комментариях, как вам десятый эпизод. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока. Check it out.